Улица Октябрьская вошла в финальную стадию ремонта. Накануне ночью здесь вложили новое дорожное полотно. Сейчас идет подготовка под завершение работ, разметку и сдачу. В ближайшее время мы эти работы выполним и сдадим срок согласно контракту. Пробы асфальта лабораторные еще не были исследованы. Обычно это делается спустя трое суток после укладки. А на улице Скворцова глава администрации был ровно неделю назад. Тогда она выглядела совершенно по-другому. Губернаторский контроль, напомним, начался с этого участка дороги. В считанные дни подрядчик укатал асфальт на городской его части. Работу проводит Орел Дорской, акционерного числа открытого типа. В настоящий момент выполнены работы по устройству выравнивающего слоя покрытия. И сегодня ночью завершена укладка верхнего слоя покрытия на данном участке этой дороги. В настоящий момент остается нам выполнить работы по устройству съездов. Орел Дор строит подрядчик, который выполнит ремонт улицы Катукова на пересечении из Героев пожарных. Именно эта компания, кстати, укладывает асфальт на улицах Белгорода. В этом году мы ремонтируем 17 участков автомобильных дорог во всех районах города Орла. На эти цели предусмотрено 115 миллионов рублей. Большая часть этих денежных средств – это средства Дорожного фонда Орловской области. На всех участках определенные подрядчики. Ими стали организации, которые зарегистрированы в Орловской области. Из 17 запланированных для ремонта этим летом дорог пока только на 8 объектах ведутся работы, отметил глава администрации Орла. Причем все работы, согласно контрактам, должны быть закончены до конца июля. Кстати, в ремонт уйдет и сквер Орлята. Последний раз работы по его благоустройству проводились здесь в 2016 году. Тогда был потрачен 1 миллион 200 тысяч рублей. Денежные средства, которые сюда будут потрачены, мы можем увидеть дорожки, которые идут промежуточные, которые сейчас необходимо восстанавливать для приведения сквера в полное нормальное состояние. Благодаря активным гражданам Александру Муромскому стало известно о творческом подходе при нанесении дорожной разметки в районе магазина «Утес». Ею, видимо, попытались закрасить дорожную яму. Кто позволил это сделать? Заказчик руководства. Где был инженер технодзора, когда подписывал акты, которые давал право рисовать по этим ямкам? Акты еще не подписаны? Значит, давай так. Работа выполнена. Ее никто не остановил. Я не должен по каждому пешеходному переходу приезжать и тыкать носом. Поэтому служебную проверку у этой ошибки должна быть в фамилии. Ремонт дороги на улице приборостроительной не сразу и найдешь. Не видно здесь и активных работ. В разговоре с подрядчиком компании «Неродстрой» об этом напрямую сказал городской глава. Меня интересует, когда вы закончите здесь работу, потому что вы здесь уже довольно-таки большое время ковыряетесь. Ну, мы сейчас вот убираем вот эти газоны. Да, это понятно. Когда работа закончена будет полностью. Полностью все работы, но у нас еще где-то около 25 дней. Темпы оставляют желать лучшего. Необходимо ускориться. Такие рекомендации Александр Муромский дал второму подрядчику, занимающимся благоустройством. В данном случае улицы приборостроительной. Виктория Юркова, Сергей Руднев. Телеканал Первый областной. Виктория Юркова, Сергей Руднев.